Привет любители мотоспорта! Это обзор экипировки для магазина moto85.ru А сегодня мы поговорим на такую тему Какие виды панцирей существуют на рынке и какой из них выбрать Давайте рассмотрим три основных вида, которые чаще всего попадаются на глаза И поймем чем хорош каждый из них Поехали! Мотоскидки всем подписчикам и участникам группы ВКонтакте от партнера и магазина moto85.ru А начнем мы с самого простого и самого любимого мной вида панцирей И не ради красного словца, но именно вот такой панцирь Fly Racing Pivotal использую лично я Панцирь очень классный, очень удобный, очень легкий Но в то же время у него есть ряд как плюсов, так и минусов Ну и давайте рассмотрим их поподробнее В первую очередь данный панцирь представляет из себя самую классическую классику для мотокросса Выполнен он из легкого композита, легкий пластик На достаточно тонкой, но в то же время мягкой неопреновой подложке Вентилируется этот панцирь просто супер Ну а главное из-за небольшого веса он практически не ощущается во время езды Но еще одним большим плюсом лично для меня, но может быть для кого-то минусом Является то, что здесь отсутствует массивная защита плечей и предплечий Чем хорошо это для меня? С точки зрения фристайла, с точки зрения выполнения трюков Такой панцирь не сковывает движение и позволяет рукам двигаться в любых направлениях, как вам угодно С точки зрения кросса защита плечей естественно отсутствует И в этом плане руки могут пострадать Но отличительной особенностью конкретной модели Pivotal от Fly Racing является наличие пластиковых вставок Жесткие пластиковые вставки расположены на плечах То есть в принципе они дают минимальную защиту плеч и ключицы Аналогичные вставки я встречал только на панцире от компании TOR И если мне не изменяет память, модель называется Sentinel Также у Pivotal присутствуют вот такие подвижные части, как сзади, так и спереди И это прекрасно, панцирь не сковывает движение в случае наклона торса Ну а фиксируется он стандартными ремешками Которые вставляются вот таким образом по бокам и защелкиваются Все, панцирь зафиксирован и сидит достаточно плотно И как я уже говорил, лично для меня это лучший вариант И я постоянно выбираю такие панцири До этого у меня был аналогичный панцир от компании Fox Ну после чего я приобрел уже панцир от компании Fly И данная модель мне понравилась в первую очередь своим низким весом Ну и главное низкой ценой Итак, кратко по данному виду панцирей Классическая конструкция, чаще всего присутствуют подвижные элементы Основные плюсы данных панцирей, то что они очень легкие Прекрасно вентилируются и естественно недорого стоят Ну а теперь перейдем к следующему виду Который чаще всего нам попадается на глаза Вот это действительно абсолютно классический панцирь для мотокросса Вот с такой брутальной защитой плечей Наплечники здесь с обеих сторон Они регулируются по ширине Ну и данный панцирь, кстати говоря, тоже представлен компанией Fly Если мы его откроем, внутри мы не увидим вообще никаких неоприятных вставок Здесь есть только вот такой мягкий поролон Который призван смягчить трение панциря у ваше тело Ну и естественно, если вы будете падать и получать точечные удары Данный поролон гасит силу удара И не позволяет уже непосредственно панцирю оставить синяк на вашем теле Вентиляция здесь на прекрасном уровне Огромное количество вентиляционных отверстий как спереди, так и сзади Ну а фиксируется данный панцирь вот такими стандартными трезубцами Вот такие карабины, которые с двух сторон его фиксируют в районе талии Самое стандартное, самое, на мой взгляд, практичное и эргономичное решение Также хочу обратить внимание, что данный конкретный панцирь не имеет дополнительного отделения для совмещения с защитой шеи Но на рынке достаточно много моделей, у которых здесь специальная прорезь И в нее вставляется язычок защиты шеи Особенно часто попадаются такие модели у компании Elite Brace Так как они производят еще защиту шеи и являются определенным лидером рынка в этом направлении Поэтому практически все панцири от Elite Brace совместимы с их защитой шеи Ну и третий вариант панциря, скажем так, который встречается Это, естественно, вот такая черепаха Правильно ее называть именно черепахой, а не панцирем Ну и это самая классическая классика, представленная компанией Fox Racing Называется она Titan Sport Jagger Так как Fox является определенным лидером рынка в плане изготовления экипировки для кросса и даже для эндуро и города Практически все производители в той или иной степени пытаются копировать продукцию от компании Fox Итак, как выглядит черепаха? Сзади у нас вот такая длинная пластинчатая подвижная защита спины Также присутствует достаточно длинный хвост для защиты копчика Все это переходит непосредственно в защиту пояса Здесь вот такой поддерживающий пояс Ну и сверху мы видим такую стандартную майку, которая по центру расстегивается молнией и защищает вашу грудь Особенностью всех черепах является то, что на них присутствует стройная защита плечей, трицепсов, локтей и даже приплечий То есть все руки полностью защищены А крепится вся эта защита на легкую сетчатую ткань с неопреновой подкладкой, которая неплохо вентилируется и отлично впитывает пот Большим плюсом такой защиты является то, что она относительно универсальна и в то же время дает максимальный уровень защиты То есть нет необходимости приобретать отдельно, например, поддерживающий пояс для поясницы или защиту локтей В отличие от классического панциря для мотокросса, где иногда присутствует, а иногда, как мы уже видели, отсутствует защита плечей На черепахе все это уже есть, все это зашито намертво и, естественно, максимальный уровень защиты вам обеспечен Ну и в заключение подведем итог Как я уже говорил, на рынке представлено три основных вида панцирей, которые мы сейчас с вами и рассмотрели Классический панцирь для мотокросса представляет из себя примерно вот такой форм-фактор Фактически у всех производителей он в той или иной степени идентичен Это передний щиток, задний щиток, защита плечей Облегченным вариантом для фристайла, его действительно любят профессионалы в мотофристайле И можно увидеть очень часто, как райдеры прыгают в таких панцирях Является вот такой панцирь аналогичный, точно так же классический Передний и задний щиток, плюс подвижные части, но без защиты плечей, без массивных наплечников Его основным достоинством является очень низкий вес, прекрасная вентиляция и низкая цена Но в то же время защита плечей здесь отсутствует, соответственно руки в этом месте могут пострадать У классического панциря вес чуть больше, вентиляция на точно таком же уровне, все прекрасно Он относительно легкий, он прекрасно вентилируется Но из-за наличия защиты плечей, в отличие от модели, которая идет без таких массивных наплечников Данный панцирь нельзя одеть под джерси Соответственно, такой панцирь одевается исключительно поверх одежды и используется именно для мотокросса На щитках у него отсутствуют подвижные элементы В связи с этим кататься на нем именно по трассе, гонять на гонках, вот самое то В тех случаях, когда нужна максимальная подвижность, такой панцирь ее, скорее всего, не предоставит И с точки зрения, например, выполнения трюков, такой панцирь не самый удобный Ну и третий вариант, это, естественно, черепаха Черепаха это вообще такой универсал Ее используют далеко не только в мотокроссе и эндуро, но и также любители городской езды И даже любители такого спорта, как горный велосипед Очень часто можно встретить ребят, которые катаются именно в черепахах И чаще всего от компании Fox Racing, вот вы именно в этой модели, Titan Sport Отличительной особенностью черепахи является максимальное количество защитных вставок Именно пластиковых вставок, все руки целиком защищены Спина защищена ниже поясницы до копчика, защищена грудь Все это расположено на сетчатой ткани Все это одевается на голое тело, максимально плотно фиксируется И обеспечивает очень высокий уровень защиты Но в то же время есть ряд минусов из-за таких конструктивных особенностей Во-первых, она, естественно, тяжелее Во-вторых, она более жаркая И несмотря на большое количество вентиляционных отверстий И сетчатую ткань легкую Естественно, в такой черепахе кататься в жаркие и солнечные дни Менее комфортно, нежели в классическом панцире для мотокросса Ну а также хочу отметить, что черепахи подходят не всем Здесь все очень индивидуально Нужно мерить и смотреть, что вам действительно комфортнее Но если вы хотите перестраховаться при минимальном бюджете И получить максимальный уровень защиты по всем фронтам То я считаю, что мото-черепаха это будет оптимальный выбор именно для вас Все эти товары вы можете приобрести в магазине экипировки moto85.ru Ссылку на раздел защиты вы найдете в правом верхнем углу А также в описании к данному видео Подписывайтесь на канал магазина Ставьте лайки Вступайте в нашу группу ВКонтакте И будьте в курсе последних новинок индустрии До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok